МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Арцахе началась уборка ячменя. Армения начнет производить автоматы Калашникова. Фильм «Армянки о Барцахе» получил фирменный знак Каннского кинофестиваля. Итак, подробности новостного блока. Сегодня были созваны заседания фракции Армянская революционная федерация Дашнак Цуцён, Свободная Родина, Объединенный гражданский альянс и Демократическая партия Арцаха Национального собрания НКР. Фракции встретились с кандидатом на должность генпрокурора мэра Магаджаняном и обсудили его кандидатуру. Запланированы также встречи с мэром Магаджаняном во фракциях «Единая Родина» и «Справедливость». В заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдаляна о воинственной риторике азербайджанских властей говорится, пропагандирующие ненависть среди своего народа и выступающие с угрозами войны авторитарные власти Азербайджана используют предлог введения борьбы с коронавирусом для совершенствования и совершения крупномасштабных нарушений и прав человека в своей стране, о чем свидетельствуют оценки авторитетных международных организаций. Сколько бы пропаганды ненависти в отношении армян и угрозы войны не были нацелены на внутреннюю аудиторию, подобные заявления наносят серьезный ущерб мирному процессу карабахского урегулирования и указывают на то, что не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру. Система безопасности Арцаха и Армении достаточно комплексна и стабильно для эффективного противостояния таким угрозам отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Армении. Каких-то кардинальных подвижек в карабахском урегулировании нет, но оптимизм остается. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва выступает за политическое урегулирование этого затянувшегося длительного кризиса путем переговоров. «Мы сделаем все возможное, как страна-сосед, как страна, которую связывает длительная история дружбы, взаимодействия и сотрудничества с этими странами, чтобы внести свой конструктивный вклад», – сказала Захарова, отметив роль России в качестве посредника, участвующего в работе минской группы ОБСЕ. В Арцахе ни один армянский телеканал не закрыт, и все спекуляции последних дней просто неприемлемы. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Пагасян. Он, в частности, отметил, из-за технического сбоя свободное вещание ряда телеканалов приостановлено ЗАО «Арцахкап» всего лишь временно. Напомним, что в прессе появилась публикация о том, что в Арцахе приостановлено вещание пяти армянских телеканалов, в том числе пятого канала «Шоакат» и «АТВ». В Армении за сутки зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом в общей сложности. На утро с сегодняшнего дня в Армении зарегистрировано 11 817 инфицированных коронавирусом. Скончались 183 пациента, 7 раза за последние сутки. Грузия вновь выразила готовность оказать помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса. В заявлении МИД Грузии отмечается, что в период пандемии коронавируса правительство Грузии поддерживает активную связь с армянской стороной. Сегодня министры иностранных дел Грузии и Армении обменялись информацией о текущей ситуации в странах в плане пандемии COVID-19. Грузинский министр Давид Залкалиани от имени правительства Грузии еще раз выразил готовность оказать помощь, отмечается в сообщении. В Грузии создали онлайн-петицию с призывом помочь Армению в борьбе с коронавирусом. Авторы петиции просят грузинское правительство принять пациентов из Армении. Думаем, что это будет правильным шагом для поддержки соседнего государства и улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сказано в петиции. Специалисты Национальной научной лаборатории имени Али Ханяна создали защитные маски на основе кукурузного масла. Об этом на пресс-конференции заявила директор Национальной научной лаборатории имени Али Ханяна Ани Апраамян. Апраамян сказала, что они работают над фильтрами с использованием базальтовых наночастиц и нанониток. Это экологически чистый продукт. В него входят такие материалы, из которых изготавливаются игрушки для детей. Эти маски многоразовые, то есть их можно дезинфицировать и использовать повторно. На армянском рынке таких масок пока нет. Она сказала, что цель их научной лаборатории – как можно скорее вывести маски на рынок, чтобы у граждан была возможность запастись экологически чистыми масками. В Арцахе началась уборка зерновых, в частности ячменя. По сравнению с истекшим годом, в этом году уборочные работы начались на 10-15 дней позже, чем в прошлом году. Ситуацию на полях и какая техника задействована, прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Велен Аветисян. На сегодняшний день какова ситуация на полях нашей республики? Ситуация на полях следующая. Осенью и в начале зимы у нас был дефицит осадков, но во второй половине зимы и в начале весны мы уже имели достаточное количество осадков. И после этого ситуация на полях изменилась в лучшую сторону. Ожидать большого урожая пока что рано, но мы намечаем, что показатели будут выше, чем в предыдущем году. Отметим, что площадь зерновых и колоссовых культур под урожай 2020 года составил 74194 гектара, что превысил показатель истекшего года, отметил замминистра. 32 588 гектаров это пшеница, 40 250 гектаров это ячмень и 1356 гектаров полба. На сегодняшний день показатели следующие. В общей сложности убрано 751 гектар ячменя. Валовый продукт составит 1477 тонн, урожайность 19,7 центнера с гектара. Показатели по урожайности чуть выше, чем в прошлом году. В общей сложности на полях работают 29 комбайнов, из которых 12 с Арменией. В наличии около 250 комбайнов, которых вполне хватает, чтобы убрать весь урожай. Не только озимых, но и яровых. А относительно овощных культур? На сегодняшний день по яровым около 18 тысяч гектаров, из которых овощные составляют 515 гектаров. Есть еще бахщевые 269 гектаров. Отдельно у нас еще идут цифры по картофелю 489 гектаров. Остальные все яровые культуры, которыми по государственной программе семена безвозмездно отдали землепользователям. Проводятся также все необходимые мероприятия для предотвращения пожаров на полях. Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении начнется в июле. Лицензия на производство рассчитана на 10 лет, сообщила официальный представитель Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. АК-74 является одним из самых массовых автоматов в мире и первым в СССР, созданным под малоимпульсный патрон. Всего в мире насчитывается более 18 миллионов экземпляров автомат Калашникова. Арт-директор 73-го Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо огласил перечень картин, которые должны были показать в рамках кинофестиваля в 2020 году. В официальную программу кинофестиваля вошли 56 фильмов из двух тысяч просмотренных. В список включен также фильм армянского режиссера Норы Мартиросян «Если ветер стихнет» совместного производства Бельгии, Франции и Армении. По сюжету картины международный аудитор Ален приезжает в Нагорный Карабах, Арцах, чтобы оценить аэропорт Степанакерта и дать зеленый свет началу его эксплуатации. Здесь Ален встречается с местным подростком по имени «Эдгар», ради которого рискует всем, чтобы помочь аэропорту открыться. Наш выпуск завершает информацию о погоде в субботу 6 июня. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность. Ночью и во второй половине дня кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, а при грозе с усилением до 15 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 8, 16, днем 19, 30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Их для вас прочитал Сейран Карапетян. До свидания. Сейран Карапетян Цепанакерта Цепанакерта